Приветствую вас, и формально ваш друг, он как бы ожидает, что вы теперь будете на него давить, и вы теперь будете вести себя так, как будто хотите от него каких-то действий, каких-то ответных поступков и так далее, и друг ваш игнорирует вас, потому что вполне вероятно, что ему не очень приятно, что в вашем лице он потерял друга. То есть вот у него были вы, а теперь он вас потерял, ну как друга. И он из-за этого переживает. Он понимает, что как другом он с вами общаться не может больше, а как к подруге своей девушке он относиться не готов. И отсюда его игнорирование, потому что он не знает, как себя вести. И вы спрашиваете, почему он так себя ведет, и я надеюсь, что на этот вопрос я ответил, он на первой пути, он оказался не готов к тому, что вы ему признаетесь, он ожидает того, что вы будете на него давить, а он не готов к тому, чтобы быть с вами в отношениях и так далее. Далее, значит, вот вы пишите, что были флирт и забота, не свойственные другу. Вот вы говорите, что был флирт и забота, не свойственные другу. Понимаете, в чем дело? Это ваша субъективная оценка того, как человек проявлял квандрудьбу, ну или проявлял, или проявляет квандрудьбу неважно. И в этой ситуации, в этой ситуации, не очень понятно на самом деле, почему вы отдаете как бы предпочтение тому, что вам кажется, а не тому, что есть на самом деле. То есть, я хочу сказать, что если вы считали, что ваш друг ведет себя, ну, не как другом, да, если вы считаете, что ваш друг ведет себя как-то не характерно, то это по каким критериям вами оценивалось? По вашим собственным критериям или по его критериям? То есть, если была забота не свойственная другу, если был флирт, то, соответственно, это должно было, получается, во что-то больше перерасти. Значит, ваш друг все-таки оставался для вас другом, но вы этого не признавали. Вопрос заключается только в том, почему. Вот почему и что вам мешало признать тот факт, что друг – это все-таки просто друг. И не более того. Далее, вы говорите, что я, значит, правда, я к нему испытывала чувства, значит, к другу, с которым мы неплохо общались. Долгое время я не решалось сказать ему о них, почему не решалось, потому что не хотели потерять друга пестивые, но и молчать я тоже долго не могла. Так вот, уважаемый аноним, а ваша позиция-то по итогу, она какая? Вы не решались сказать своему другу о чувствах, но все-таки сказали и, судя по всему, потеряли друга. Так какую цель вы преследовали, когда говорили ему о чувствах? Вот вы видите, через некоторое время я все же решилась и призналась. Чего вы ожидали? Какой реакции вы хотели? И что вы собираетесь сделать в этой ситуации и дальше? А вам сейчас нужно, если вы хотите этого человека сохранить в своем окружении, вам сейчас нужно не спешить, не торопиться, спокойно, здороваться с ним, общаться и через какое-то время просто откровенно ему сказать, чтобы он не переживал, что вы не будете на него давить, что вы готовы с ним друзить, что вы хотите с ним общаться и так далее, и так далее, и так далее. И надеяться на то, что ваш друг согласится на это, что он постепенно-постепенно расслабится, увидит, что вы от него ничего не требуете и будет с вами общаться. Только так. Другого пути нет, потому что если бы у него были чувства, он бы с вами сблизился, а так получается, чувств у него нет. И то, что вы воспринимали как флирт и забота, это ваша субъективная оценка, которую вы поставили в главу угла при определении своего решения. Это неправильно, к сожалению. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok